Всем привет! Это канал Бородач ТВ. Рады вас приветствовать на нашем канале. Сегодня мы хотим поговорить о сайте. Зачем нужен сейчас сайт и вообще нужен ли он вообще? В нашей студии находится Глеб Анатольевич Хуликов и мы сейчас с ним пообщаемся по этому поводу. Надеюсь, что данное видео будет вам интересно, поэтому не выключайте и не переключайтесь, потому что досмотрев это видео вы сможете понять, зачем нужен сайт и что не всегда, только, скажем так, привлечение какого-то специалиста для того, чтобы он вам разработал сайт или настроенную рекламную кампанию, это будет вполне достаточно. Поэтому сейчас об этом хотим и с ним поговорить. Глеб, расскажи, пожалуйста, что такое сайт и для чего он вообще применяется. Ну, давайте всем. Итак, что такое сайт-то? Ну, сайта-то пойти как, ну, не знаю, визитная карточка своих товаров и услуг, в котором, в принципе, есть, знаете, какие виды сайта еще, да, если просто сайт брать, ну, просто, так называемый визит, которые просто перечисления товаров, какие-то определенные, определенного количества, рассказы о себе, ну, о компании, да, либо о человеке, которые предлагают либо услуги, ну, и какие-то контактные данные. И все, в принципе, да. Могут быть там, если какие-то платформы добавлены, либо еще что-то в такие моменты. Сайт это вообще-то ресурс, который находится в интернете, да, по сути дела, которые люди имеют доступ, перехоля по ссылочке, ну, либо запоминаю название. Слушай, а сейчас роль сайта, скажем так, перетерпела там, да, вот эта важность, я так понимаю, в обществе. То есть сейчас привыкли пользоваться социальными сетями, скажем так, спасает ли наличие сайта или достаточно иметь просто странички в социальных сетях? Ну, я всегда рассказывал, говорил о том, что, в принципе, первое, что нужно начинать делать вообще свое, бизнес свой, конечно же, создание сайта, самое первое. Как бы ни говорили, что сайт там ушли в какую-то другую, на другое поколение, это все полный бред. По сути дела, сайт он должен присутствовать, у вас будут находиться в интернете, потому что доля интернета, доля поисковиков, она очень огромная. Те, кто связан с социальной сети, конечно, тоже нужны. Дело в том, чтобы с ними страницу социальной сети, вы можете там сказать о своих товарных услугах, да? Официальная страничка, что вот есть Amazon, скорее всего, может, она в Facebook, я не знаю, то есть я не смотрел, может быть, есть, но всю торговлю осуществляют через сайт. Да, Amazon, амазон, амазон, торговая площадка, амазон рассказывает, люди с нами социальные сети, те, кто там пристроит свои товары в Амазоне. Амазон что-то наподобие Алиэкспресса, по сути дела, ну, первая такая дороговая площадка, которая была сделана. И ему не нужно там находиться, потому что, ну, это мега-компания, которая, вести какую-то социальную страницу, для чего? Непонятно, да? То есть, кому надо, тот, им? Им это тоже не надо, если вам по Амазон, то все знают, но на очень глобальной, на очень большая, мне, потому что много из обетений, силовичных, там, то, что они по поводу доставки, как они развиваются, да? Ты думала о новой фишке, но больше всего все надо получиться, конечно. Ну, это сейчас говоришь по поводу дронов. Да не только по поводу, по всей системы доставки, там, люди почти не принимают участие вообще. Да ладно, серьезно, да? То есть, процесс практически автоматизирован. Да, начинают сортировки после товаров, и другие распределения до дома. Ну, то есть, просто, смотря, не все люди знают, да, что, скажем так, таким вот образом логистика настроена в таких крупных компаниях, там, корпорациях, там, да, как Амазон, что, если уже идет покупка, да, то уже, скажем так, товар уже начинает, что, скажем так, упаковывается и от груза начинается. Ну, вот уже, скажем так, сразу идет, как сказать, прослеживание, перемещение товара из пункта А, пункта Б, с учетом всех процессов, потому что сама площадка, да, то есть, она, не знаю, что, вообще, принцип этой площадки в чем? В том, чтобы каждый продавец, да, или там, ну, в принципе, производитель, если быть правильно, каждый производитель, да, имеет возможность продавать через международную площадку свои товары, вот, и сами агенты, то есть, сами производители, они же становятся и агентами, да, то есть, она так же, как вот раньше, там, да, вот у меня есть сайт, да, заходите и ищите, то есть, то на Амазоне, грубо говоря, по, люди имеют возможность сравнить стоимость товара, да, также рейтинг, рейтинг. Ну, например, продавцы задают свои сайты, собственно, да, там имеется интеграция с Амазоном, тут можно интегрировать свой сайт, вместе с Амазоном, то есть, эти товары, которые находятся на Амазоне, не могут воинтегрировать спокойно в сайт, то есть, вот таким образом даже происходит PR, Поэтому в принципе Амазона имеется один единственный ресурс Портал Сейчас я взял, разрушил нашу Крустальную мечту людей все-таки используя там социальную сеть ВКонтакте, там, да, вести свою торговлю Ну, то есть, если говорить о серьезном бизнесе, да, то торговлю ВКонтакте люди не ведут Серьезно, нет, почему? Ведут Тоже серьезный бизнес ведет торговлю ВКонтакте Но после чего подразумевают под сайтом Под сайт это вообще, по идее, доказывает Людям о твоей Состоятельности Это как вот человек, который Либо ходит после там в каких-то Домашних тряпках, это вот Социальная сеть, это такая бы домашняя вещь О которых мы ходим постоянно, да, и социальная система Тоже постоянно писать, один, посмотрим там Лайк и все остальное А ну, когда мы кладем собирать, мы же делаем красиво И вот сайт играет именно эту роль Роль такого, в принципе, представления О вас в интернете Более красивые стороны, со всеми вашими Индивидуальными моментами, особенностями Логотипами, связями и так далее Потому что это довольно сложно сделать социальные сети Ты заметил, да, что вот смотри, я почему так стал говорить Да, то есть о серьезности там, да, продаж Но занимаясь социальными сетями, да, там есть продажи Определенные, но серьезный бизнес не воспринимает Ну, если тебе надо купить, ну, какую-то серьезную вещь, да Там серьезные бизнесы не будут никогда Ну, просто не будет Да, там представлена, там какая-то страничка Просто возьмем, вот вчера буквально сидел на спот-мастере, там смотрел себе лыжный костюм и лыжи Я люблю лыжный мой Ага Там-ка, каждого сезона Вот, и конечно, понятно, что там имеется группа ВКонтакте и все остальное, да, ну, это представлено просто у них социальные сети, как после рекламы там какие-то определенные товары в сезон Ну, просто чтобы могли найти, то есть люди, которые не любят выходить из социальных сетей Да Ну, то есть мы говорим о том, что Контакт это, наверное, одна из мощных социальных площадок, ну, в плане каких-то примочек Они стараются, то есть вот даже взять там Facebook или там Instagram, да, это все не то То есть Контакт все-таки обладает каким-то, ну, немножко другими ресурсами Они сейчас очень активно подключают ВК Play или ВК Пей, я не помню, сейчас точно называется, как Pay, да, они подключают к этому ресурсу, то есть, чтобы ты, скажем так, послушавшую банковскую карточку, чтобы пошли какие-то, ну, началась какая-то коммерция С экономической точки зрения для Контакта это, конечно, важно, это большое влияние денег к ним, потому что все эти оплаты будут происходить через них, через южа Да, то есть, смотри, получается Это колоссальный приток для того, чтобы можно было дальше развиваться Да, да, то есть, вот сейчас, вот смотри, есть знаменитый Яндекс.Деньги, да, то есть, и сейчас появился ВК Пей там, да, неизвестно, как у них там этот, ну, пускай будет так, кошелек их не называется, ВК Пей И, соответственно, они сделать серьезный отток, да, из поисковиков или вообще где применяется Яндекс.Деньги Но, опять же, неудобно, неудобно ВКонтакте делать что-то, то есть, если... То есть, глобальный, например, интернет-магазин, как ВКонтакте сомнится, да, не создашь, вот я к чему и говорю, что заходишь ты ВКонтакт Теперь зачем ты идешь? Ну, наверное, просто больше общаться, то есть, для того, чтобы, ну, то есть, вообще, очень такие серьезные кардинальные изменения произошли ВКонтакте тогда, когда они поменяли полностью дизайн своего приложения И это усугубило, как сказать, снижение фокуса внимания на ВКонтакте именно аудитории, то есть, они перешли в общение через, ну, то есть, использовать его как мессенджер, по большому счету, там, опять, ну, конечно, там прослушивать музыку, видео я сказал не особо, то есть, там, что смотреть... У него больше закон сделал, не знаю, мне кажется, он стал похож, ближе к инстаграму нынешней пироге Но неудачно, это на самом деле неудачно, хотя в некотором смысле это слово представленное какие-то вот функцию правильно, но распределение внутри самого ВКонтакте, оно, конечно же, желает лучшего, поэтому какие-то фишки и не работают Вот, плюс, основная проблема ВКонтакте, это обновление ленты, да, потому что пока там лишний раз не нажмешь, она не обновится Вот еще тоже по поводу, почему все-таки сайт, а не социальная сеть, любая социальная сеть очень плохо индексируется поискариками Да, вообще, я не индексируется в себе точным, то есть, там смысл в чем? Я имею в виду полноценно Полноценно, да, полноценно, да, не индексируется Конечно, там можно какой-то найти, там, индивидуальный, там, видеофайл, кстати, видеофайл, ну, реально что-то найти можно В плане, вот, какого-то текста Видеофайл у нас индексируется, хорошо, только YouTube Ну, YouTube, да, да, ну, как мне хорошо ВКонтакте, вообще, он только... Нет, 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 есть, есть, они в Яндексе, да, в Яндексе В Яндексе, взять Google, Google, ВКонтакте, просто они везут Вот и получается, что, смотри, люди думают, что ВКонтакте, да, поставив ставку только на ВКонтакте Да, сейчас уже на любую социальную сеть Люди забывают, самое главное, что в любой социальной сети, да, то есть, это есть сразу же ограничение Ограничение по пользователям, поисковиком, да, вот, русскоязычное население, да, в основном, да, чаще пользуются это Яндексом, да, то есть, ну, и Google, там, ну, каком-то процентом соотношения, но больше всего Яндекса, да, но я хочу сказать, о чем, что поисковые системы, такие как Google, там, да, другие, там, Bing, там, Mail, там, да, то есть, ну, кто-то больше, кто-то меньше, но фишка-то в чем? В том, что они работают на различных языках, то есть, они и осуществляют поиск на различных языках Да, то есть, там серьезные машины, то есть, всех стоят поисковые, вот, то, что, чего не хватает в социальных сетях, то есть, вот, есть такое ограничение в плане развития Поисковые машины уже кое-какие есть, но они, причем, кстати, ищут, я бы сказал бы, как вот в самом начале я искал, там, Google, там, Яндекс, там, Mail, там, да Да, это стандартные поиски, которые, если не учитывать многих интересов, которые по пользователю Если брать сейчас, как работает Google, Яндекс, то они, конечно, слили полностью вашу историю только, как вы работаете в интернете за то, что вы посещаете Ну, что, вы сейчас не ведете, как вы всегда ведете, где вы заходите, даже разрешение посмотрите, на основе всех этих данных выдают вам уже все сайты, которые, в принципе, нужны С одной стороны, да, кто-то может сказать, что это плохо, то, что, в принципе, я в итоге не могу найти, да, по сути Слушай, я вот реально не могу найти сейчас ничего Я вообще не стадаю, я всегда могу найти все, или очень быстро Нет, смотри, если применять налог, и, конечно, все дело быстро находится, но я хочу сказать немножко о другом том, что то, что раньше, вот я честно скажу, да, то есть вот раньше я, например, смотрел какие-то там, музыкальные клипы, там, ничего, что-то, я вообще не могу найти, почему Потому что раньше ты мог, как-то, знаешь, вот представляешь, вот у какого-то исполнителя может быть два клипа А, вот я тебе сейчас запишу, давай расскажи, пожалуйста Потому что сейчас получается самый официальный, то есть ты видеоклип видишь, ну, то есть можешь увидеть его везде, то есть все поисковые показы А тот, который, ну, просто, знаешь, как вот есть в фильмах, там, да, то есть есть режиссерская версия называется, да, то есть как бы то и вот такие вот В данном случае, конечно, я рекомендую использовать несколько браузеров У меня существует Яндекс Браузер, который я использую для всякой фигни В Google постоянно для работы используется, поэтому Google мне выдает то, что мне нужно по работе по большей степени Яндекс я использую для развлечений, там, фильмы посмотреть, там, YouTube и посередине, посадайте Поэтому, да, мне YouTube постоянно подборки дают те, которые мне нужны, за которыми я слежу, осматриваю А в Google, если это, в YouTube, там будет вообще каша, у того, мне кажется, там вообще мозг с ума сходит Слушай, в рабочем браузере захожу там что-то выискивать Что мы в итоге-то поняли, да, что наличие сайта, это обязательно, потому что это визитка компании А лично, это просто, да, это, ну, профессиональная визитка, но не просто визитка, да, чтобы понимать, блин, зачем визитку делать, да, то есть, ну, это не просто визитка, это все-таки профессиональный инструмент, который может продавать в отсутствие вас лично 24 часа в сутки, в отличие от социальных сетей, социальные сети, вы должны, ну, находиться, скажем так, в онлайне Почему вы должны находиться на онлайне в социальных сетях, объясню очень просто Читайте, как говорится, по губам Вся фишка в том, что в социальных сетях сама манера общения, да, то есть, вынуждает самих пользователей, да, то есть, я тебе написал, я жду тебя срочный ответ Да, сейчас И, соответственно, когда ваш клиент ищет какой-нибудь товар, либо услугу, он заходит, например, в какую-то группу, да, и начинает писать сообщение Если он не получает сообщение, он не будет ждать То есть, он хочет связаться, он хочет позвонить Естественно, он вам звонит, и тут еще не факт, что возьмете, не возьмете там, да, то есть, ну, это один момент А если не могут вам позвонить, да, или человек, ну, вот, чтобы вы понимали, да, не все любят звонить Кто-то хочет написать И получается так, что, ну, вот сейчас вы не можете, вы там куда-то уехали, то есть, вне зоны действия И ваш, скажем так, ваша страничка, она не работает в этот момент, и, соответственно, клиент уходит куда-то Конечно, сейчас взять даже тот же контакт, какие-то придумывают определенные, сейчас подключают боты Но, чтобы вы понимали, вот мне прямо сегодня позвонил бот, да, то есть, еще и голосовые боты Позвонил там, и женским голосом, бот мне начинает что-то предлагать, рассказывать Понимаете, да, вот, чтобы, да, 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 смотрите, чтобы вы конкретно понимали, о чем сейчас я говорю Производителям нужно быть в вещах там, да, то есть, в каких-то процессах А эффективно нужно с людьми, то есть, для того, чтобы эффективно, а вы понимаете, что техника не покупает, а покупают люди, да, то есть, соответственно, для того, чтобы совершать какие-то покупки, да, чтобы у вас покупали какие-то товары, либо услуги, важно живое общение Поэтому, когда люди подключают звуковые боты, там, да, в надежде, блин, ну, сейчас вот, ну, кто-то купил, думает, сейчас он все, начнем зарабатывать, что подобное, потому что не обрабатывается, никем не обрабатывается холодные звонки Или звонки, которые, да, просто сбросили, ну, может быть, там ведется какая-то статистика, а толку-то от этого, то, что вы получаете статистику Что дальше вы можете применить, если любой написанный скрипт может сломать человек, да, то есть, немножко соображающий, да, то есть, понятно, что, как, человек, который, я не знаю, там, три класса образования, может быть, он пойдет и купит, вот, поверит тому, что с ним общается красивая женщина, да, то есть, там, пятого размера, и, соответственно, почему бы у нее не купить Вот, а люди, которые понимают, и таких, на самом деле, большинство, потому что сейчас в интернете, да, даже взять, вот, сейчас на YouTube переместимся, различные, вот, есть видеоблогеры, которые что-то берут и рассказывают, и люди уже научились чувствовать ложь, да, то есть, там, просто так и рекламе не расскажут, то есть, ты должен действительно это попробовать, там, да, то есть, поделиться какими-то реальными фактами, если ты врешь, то люди это дело видят, и, соответственно, от тебя отписываются Поэтому, конечно, адекватно блогер, они еще предоставляют ссылочки на эти материалы, откуда не стоит, ну, поисковика, да, вот, когда вас начинают искать в России, да, большинство там сидят в социальных сетях, мы говорим, да, почему социальные сети, вот, сейчас вопрос формулирую, наконец-то, у меня уже подтекает, вот, в социальных сетях, конечно же, все-таки люди привыкли, все-таки, не в социальных сетях искать, социальная сеть, это, по сути дела, подписался на группы на какие-то, которые тебе порекомендовали друзья, да, по сути, в принципе, редко там люди какие-то будут на всю жизнь свою проводить в этой социальной сети, если что-то нужно, в принципе, найти и купить, они и лезут в поисковик, да, большинство часов, они лезут в поисковик и лезут в поисковик, и лезут посмотреть на на карте, если у вас существует сайт, если сайт прикреплен, еще и в картон, все различные поисковиков, и он прикреплен к аккаунтам поисковиков, вот, садил в гугл, тоже есть бизнес-аккаунт, называется, тут буквально сегодня зарегистрировал, второй филиал, компания, тут тоже есть такие моменты, особенно в гугл и яндексе различия по поводу бизнес-аккаунта, очень классная вещь, гугл даже предлагает там такой мини-сайтик сделать, и от мини-сайтик просто появляется у людей там как дополнение к вашему сайту, да, сейчас тоже, и филиал вы можете открыть, и несколько адресов добавить, и, конечно, когда вас уже будет там выискивать, то вы будете уже появляться на карте вместе с другими ребятами, которые тоже там есть, в плане вот, кстати, продвижения там, да, то есть как бы по сайтам, да, по поводу гугл, чтобы вы понимали, если вы регистрируетесь на всех ресурсах от гугл, то есть вы есть G+, там, да, или как правильно, а гугл плюс называется, ну, где так, гугл плюс, да, гугл плюс, да, смотрите, гугл плюс, ютуб, бизнес-аккаунтом, да, то есть если вы регистрируете, опять же, карты там, да, то есть если вы везде про, зарегистрируете свою компанию, то вот начинаются удивительные вещи, если вы сделаете, а другие люди это не делают, то будьте уверены, что вот ваш сайт начнет как-то вот, ну, реально обгонять и выползать, потому что вы не выполнете, это, в принципе, с одной стороны, да, вот, если мы берем поисковую долю именно в смартфонах, по поисковикам, да, то есть гугл выхватывает вкусных пациентов, вообще, поиска в России, 20% Яндекс, ну, так случилось, Яндекс, я не обижается, потому что у нас андроиды, да, гугл, да, потому что ты знаешь, гугл открываешь, да, немножко по-другому, если это дело ищет, представляет, чем все-таки Яндекс, особенно мобильная версия, да, конечно, если вы присутствует на гугл, как как организация, тем более вы еще подтвердили свою деятельность, как организация, если вы там еще меняете, что-то дополняете, раз три месяца, да, обновляете себе информацию, ну, то есть вы существуете, по сути дела, на этих картах, да, да, вы стоите, приоритете, вы показываетесь, ты знаешь, что-то не периодически, там, да, гугл, отправляет сообщение, там, да, уведомление, что вот в этот месяц на ваш сайт зашли столько-то людей, да, то есть вот прямо вот, причем я на сайт, она на бизнес аккаунт, да, 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 смотри, получается, что без сайта никуда, да, или все-таки, только у меня маленький бизнес, что-то посоветую, маленький, ну, вот я не знаю, ну, просто осмотрение, чтобы вы понимали, да, то есть, настоящий бизнес, давайте возьмем, что такое бизнес, там, да, то есть вот, ну, что можно и считать настоящим бизнесом, например, гостиничный бизнес, например, стоматология, можно считать, что еще, такси, да, то, что вот, ну, где нужны, вот, реально, сайты, мощные сайты, которые, действительно, угадают какие-то функционалы, ну, тут, то есть там, как-то, представленная страничка, да, на котором тоже, мы можем поставить заказ, да, и заканчать мобильное приложение, например, да, сейчас, все, то есть, если взять такси, но это все равно, имеет место быть, но мы понимаем, что, например, в каком-то случае, там, да, нужно сайт, где-то нужно мобильное приложение, да, то есть, как бы, вот, например, для гостиницы, мобильное приложение, то, конечно, нужен сайт. Да, смотрите, для гостиницы мобильное приложение нужно, для такси важно, например, для стоматологии, я бы сказал бы, наверное, ну, как бы, более такой брендовый, ну, как сказать, нет, мобильное приложение, то есть, для стоматологии бы, по-нашему бы. тоже нужно беспилейки что же как и гостиницы до после для постоянных клиентов вот в этом плане стоматология удобно потому что эти люди к вам начали записываться автоматологии поводят это ваш пост rearrange к seguinte чтобы это будет уж им очень легко будет мобильные приложенияなるほど вообще мобильные приложения чем отличает от сайта это по большому счету копия сайта грубо говоря размещена на вашем на приложении вашего клиента да соответственно идет более быстро быстро до быстрый доступ быстрая загрузка опять же человек прям вот постоянно свое мобильное приложение зацепляется глазами за ваше приложение да то есть блин ну да как бы нужно но все это опять же носит больше вот для гостиницы там да то есть я говорю для стоматологии то больше такой знаешь брендовая штучка там который пункт действительно если есть как бы деньги да вы просто вкладываете это мазмите просто вкладывать в развитие из этого от этого источника тоже могут приходить люди и совершенно вы по-другому можете уже в любом случае тоже в google опять же повышаетесь позиции потому что google если веришь у вас еще оказывается мобильное приложение имеется соответственно уже более такой весомый клиенты значит вы отвечаете за свои действия то есть google тоже там еще рассматривать сколько вы времени тратите да на того чтобы публиковать в сети о себе рассказывать поэтому принципе да сайт нужен на сайте должны быть ссылки на социальной сети социальной сети должен изначально делать просто видишь я к чему я даже не не все мне нужно да то что он начинает рассмотрим просто они все понимают что купить и продать это не бизнес все думают что они занимаются бизнесом это спекуляция да то есть и вот очень много людей даже те которые сейчас посмотрят это видео да то есть они думают блин мне вот такой бизнес добьет ребят послушал вроде все четко говорят блин надо вот сайт и блин и мы тут на понимаешь вот просто говорим ему что это не бизнес стоять что есть но все-таки что-то можно сделать даже купить продать как магазин и золотой сработают но магазин у нас имеется это только крупные сети тут они имеют там вот магнит там ленты остальные там магазин допустим там ласточка которого там у тела двористы на эти будем лицать нужно вот она не нужно ему даже социальные сети ну вот нужно там зарегистрировать такой выставочники слове сей это на самом деле для того чтобы для того чтобы просто например не просто просто ходить человек который на работу хочет устроиться как найти как позвонить либо на работу стоится либо он просто в телефоне смотрят будут купить там чипсы привет приехал голод и не те минуты только в этом плане и все а сайт понятно что он зачем там сайт ничего сайт что вам угодно без ничего не надо здесь не социальная сеть не садит ничего не не поможет дать мне не вытащит вот не выпишешь а вот кафе сразу скажу я вообще всем говорю да вот если у человека кафе да там в котором проход к этим мероприятий дата и вообще в целом кафе да у любой общий пит по игну может быть даже даже столовый вот честно скажу вот я был в кроме шавермы да кроме до суши честно скажу ночью тебе разориться на шавермы что если ты понимаешь ну если ты действительно готов развиваться это все таки бизнес когда ты да да ты ты планируешь сделать сети чтобы тебя заказывали с различных районов чтобы все это дело связать что это было удобно вашему клиенту заказывать да опять же вот здесь вот очень важен сайт который позволяет дополнительно продавать ваши товары то есть и не ждать когда человек ногами придет да то есть а продавать соответственно вы можете добить туда куда мы достали сюда по идее сайты по идее плюс какой да вы по сути делается социальности создаете во всех социальных сетях должен создавать свои определенные товары накидывает это время убивает у вас сада же сайта просто можете нам подключить в это модуль который будет после интегрироваться с вашими социальными сетями выкладывать туда всю информацию один единственный модуль которого будете по всем социальным сетям уже есть заказались там именно да что вы понимали публикации допустим новостей публикации товаров которые вы там подаете с контактом сайты интегрируются спокойно в принципе фейсбук 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 тоже делать вот и облица грамме нельзя нету товаров да и представить представить новости с новостью с этим как раз модулем и работаю мне просто лень стала набивать то есть это ладно в социальных сетях и так далее я как бы контакт подсоединил фейсбук подсоединил тебя подсоединил google тут подсоединил одноклассники да тоже подсоединил осталось по цветам youtube и инстаграм мы создаем сайт обучаем социальные сети тоже вот тут важно обратить внимание то как вы настраиваете социальные сети чтобы важно забивать именно поисковые фразы когда человек что-то ищет в поиске социальных сетях там да то есть вы знаете вы можете написать новости будут они там не знаю там комитом bloomberg там да вы назовете там да вы можете написать по-английски русские ну а русскоязычные люди они не понимают как написать по-английски правильно да то есть как бы начнут писать это по-русски то есть и вас еще не найдут и оказывается вы продаете цветы да то есть понимаете лучше написать цветочные магазины там ли цветочный павильон и там сосновый бор например там да или там москва и уже название компании то есть где-то очень важно почему если взять компания bloomberg там или цветы bloomberg да да при поиске человек забивает там москва блубит цветы тас как бы поисковик определит что о чем идет конкретная речь данной компании то в поисковике важно забивать саму потребность то есть спереди мы забиваем потребность она сама название компании мы забиваем чуть позже причем город который вы находитесь она даже должна быть раньше чем ваше название то есть смотрите потребность город название и что такая методика в социальных сетях для чего это делается она еще является поисковиках данных из к века но вот поисковой механизм механика сказать механизм который вот присутствует просто поисковиках здесь важно вот именно вот таким вот образом поступать для чего это делается для того чтобы я хотел к до дэн для чего это делается для того чтобы люди которые вот живут социальных сетях они находят соответственно они считывают информацию какой-то определенный понимаем принимает решение но понятно что чтобы купить товар человек все-таки вот тут уже ради любопытства или он уже просто понимает что совершение сделок происходит непосредственно на сайте с от ну вы это можете даже писать периодически соответственно человек идет на сайт ваш то есть это дополнительный источник посетители на вашем сайте на сайте вы естественно размещаете какой-то камень как и какой-то мастерический инструмент до которых позволяет вам осуществлять торговлю естественно сейчас некоторые социальные сети позволяют также интегрировать в свои социальные ну то есть свои площадки там ну то есть точнее места где можно разместить они все-таки сейчас уже где-то но есть некоторые сами сети который позволяет если модули вкрутить поэтому естественно это нужно тоже делать хочу вот для общепита договорить да есть что вот эти модули которые там например кипертом да там еще какие-то можно gebruay рот на и не только на сайта international можно интегрировать еще и социальные сети таки как контакты возможно даже facebook и не проверял лично вот то есть получается что что человек ну например сейчас взять то тоже там дода пиццы кондата себя не смотрел социальных сетях то есть но точно знаю то есть вот как ты заходишь на сайт и можешь посмотреть очень хороший сайт можно купить расплатиться баллами там до который ты совершаешь покупки накапливаться баллы то есть там вот идет точная учетка каждого пользователя и кто вы что вы какие ну какие откуда вы заказы делали там да то есть называется интегрированная реклама а да блин да да пицца я так целый много больше да 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 вот я к чему если взять вот конкретно по нашему с новоборскому общепиту да то есть вот я честно скажу что на сегодняшний момент да то есть почему да да пицца как бы так где-то ломает на какие-то пиццерии конечно чтобы вы понимали социал сайт или скажу так найм сэмм щека там дата с который человек разбирается в рекламе в социальных сетях да он вам не поможет давайте погону конечно если вы сделали не знаю там какую-то фигню то хоть как вот там занимая хоть сколько для этого разбирается вставлять вот поставить картии мальчиков да мы просто с глибом занимаемся этим делами то с глиб занимается большей разработкой сайтом продвижением в интернете я больше занимаюсь но тоже делаю где-то сайты на больше там для себя это у меня такое как обе и занимаюсь продвижением да то есть поизучал это и другое хочу вам так сказать вот когда мне звонит человек знаете мне я писал что мне стыдно брать деньги с него я просто понимаю что если я сейчас не возьму деньги за только за то что он как он считает вот это ему поможет вот давай-ка я сделал мне пожалуйста рекламную кампанию да не вопрос сделаю фишка то другом я то и сделаю только результат будет плачевный это то же самое когда сейчас взять вот идет такая шумиха вокруг ольги бузовой там там еще такой из трансформатор то есть это же вот на ю тубе то ну то есть много бузово это у нас инстаграм счется то есть а если трансформатор это там товарищ который там на ю тубе открыл свой канал то есть и говорит рассказывать про бизнес так вот сейчас им предъявляет определенные сказать обвинения плане того что вот люди им заплатили деньги да то есть а те соответственно выполнили некачественно свою услугу да ну давайте вот по существу поговорим как понять не выполнен некачественную услугу если человек вот все что вот вы говорите когда то есть как бы блогер да там или какая-то известная личность она все это дело озвучивает естественно у нее есть какая-то аудитория эта аудитория может быть зайдет к вам а может не зайдет вы еще может быть когда заказывайте у кого-то например ну проплачиваете такую дорогую рекламу да то есть вы может быть не до конца понимаете может там ваших людей ты и нету ваши потенциальных покупателей может там и нету это один момент с ней понимание куда вкладывать деньги да в соответственно вот возникает вот этот такой эффект блин до 0 пришло или там пришло там 12 миллионов там заглянуло 500 человек это вообще не серьезно я сейчас это подам суд и почему там некачественно тут тут надо еще разобраться почему то есть вы во первых во первых сразу скажу вы не знаете где находится ваш потребитель вы просто не изучаете эти процессы но первые аккаунта которого до этом буду это всех остальных я сам не однократно пропалил эти аккаунты то что они накручены это другой вопрос а мы понимаем что там внутри очень много везде есть накрученные аккаунты давно везде есть знаешь сейчас тоже фишечка такая вот twitter начал что делать он начал ломать вообще все эти ботовские аккаунты уничтожать конкретно или тоже не меня как они одновременно лишь прикольно довольно легкая какая версия стала самого twitter вот и так вообще объявил войну то всем вот этим вот накрученным аккаунтом жестко причем банки сходов также там конечно же наши любимые ведущие не даже не то что полетели потому что очень много накрученных русских звездники больше конечно удивлялись это журналисты наши это соловьев до соловьев у него со звуком заблокировали он написал ответ то что санкции тему ты написал официально почему заблокирована то было что поэтка там 30 или 40 миллионов да ладно в аккаунте но не нет 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 это нереально я сразу скажу вот три подписчика так называемый кремль бот до кремли бог это вот они там сидели все видом накрутили хорошенечко слушая или обиделся и просто блок поставил и даже там без предупреждения без ничего просто к аккаунту берутся и конечно это называется нечестная игра когда я делал отмир соловьев сказал это нечестно на это потому что не предупредили меня не сказали сейчас подошли к очень интересным моменту что сайт все-таки если вы скажет так и несете угрозу там чужих ну-ка какой-то жизни не нарушать закон не нарушаете закон да если подсказать покороче текста до тех стран где он располагается соответственно что может вас закрыть ничего возьмите любую социальную сеть что-то где-то что-то не понравилось там да то есть как бы вы вам кинули пару раз страйков там на ваше видео или еще что-то там да то есть соответственно ваш аккаунт блокирует вставляйте то есть у вас есть аудитория в один прекрасный момент она просто заканчивает исчезает как ее найти за ну конечно можно создать новый аккаунт и попытаться там же где-то что-то устранить на это и примете время потерянное время то есть люди которые самое интересное да люди которые были на вас подписаны ранее они честно сказать там уже принимается такое решение слушайте но я вроде был мне уже надоело то есть я как бы так сидел потому что был подписан она мне надо то есть да и вы теряете очень много внутренней большой аудитории а если же у вас все таки есть ресурс который взаимосвязанных социальными сетями хотя бы хоть немножко тут очень важно понимать даже что в интернете там да то есть не только в обычной жизни нужно обезопасить свой бизнес прежде всего это первое правило которое вы должны понимать когда вы занимаетесь бизнесом не главное пускай быть не первым но из самых главных правил бизнеса вы должны его всегда уметь обезопасить вот это один из способов которым сейчас вот гора сказали что еще бы я хотел сказать она мы все как-то все трогаем социальные сети такие минусы есть нету сайтов сайта минус 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 том плане тоже конечно же очень много времени для его сил оптимизации для того чтобы да по-русски объясним чтобы он до находили в интернете потому что сайтов отмеляют их миллиарды и конечно там если у вас и услуг точно так же услуг этого оказывает тоже миллиарды и копии вашего услуг тоже очень много наград в этом придумайте какую-то новую супер услугу даже если вы придумать новую супер услугу не все нужно будет это рассказывать и соответственно нужно будет какие-то статьи размещаться и так далее на которых вы будете указывать ссылки на ваш сайт заложили там походили и смотрели уже более подобную эту услугу вот этот минус минус именно время время то время которое придется затратить для того чтобы ваш сайт просто вылез из того мусора лака которого в которого по идее сразу закидывают поисковик потому что дал зашел пиво от на него робот посмотрел что там что-то как то же самое зато что видели и без ли поставил вас там всяким параметрам какой-то определенную очередь уже давай сейчас озвучим что все таки помогает выйти сайта на наружу но самое главное вот самое главное конечно же посмотрите поисковики все поисковики предоставили какие-то полезные сервисы для сайтов и все эти сервисы которые представляют поисковики для сайтов нужно обязательно использовать на вашем сайте то есть если это яндекс тут у нас нужно зарегистрироваться яндекс каталог этот можно поставить метрику завести там аккаунт вебмастер это нужно на этих самых на картах разместиться что-то еще по-моему яндекс ее для бизнеса у гугла тоже огромное количество инструментов для бизнеса как раз именно появился сайт обязательно тоже там все эти аккаунт нужно создать там разместить сайт выказать нового скатерина берем следующий поисковики mail не храните поисковик очень много людей которых любят скачивать баузер миловский вместе с какими другими приколами а ну да да и у них автоматически mail просто стоит у дома вообще на самом деле любит как бы знаешь спамеры да жесткий троян потому что хорящий троян накачаешь им как-то какие-то программы он вживляется то есть по умолчанию даже яндекс тоже браузер там везде куда не посмотришь он какие-то уже программа вживлен какие-то там договоренности существуют соответственно у майла есть интересные продукты но эти продукты я бы вам сказал по большей степени неразработки мы ловки мыло так понимаем это владелец лишил османа на коллегах олегах он как-то не любит разрабатывать он любит забирать что принципе делалось со многими вещами которые сейчас существуют были одноклассники это не моего разрабатывал одноклассники ты наша вообще 1 в россии социальная сеть по сути дела одноклассники на было свое время похороненные контакты и перевел моего зарабатывал свою социальную сеть мой мир она и завод она и заглохла пусть а ты заметил да что на пусть была на дреда сегодняшний момент да то есть вот смотри я смотрю больше присматриваюсь за производителем apple да то есть вот apple не торопится вот честно скажу я потерял я лично потерял леденьку и пола полностью уже не приводится мнение сейчас подожди тут я загубил сша я вот слежу за сейчас это же за apple но я всегда следил за ней за продукцией ты у них всегда были как бы знаешь лютые падения вот apple сегодня ну вот точнее 30 числа на то есть они представили шикарный ipad с точки зрения производительстве конечно он все-таки даже где-то 90 процентов как компьютеров на сегодняшний момент обгоняем по производительности по планшетам до которых этого создает apple тут не спорим с тобой один раз во вторых но они сейчас представили шикарный ipad то есть вот я честно скажу немножко так самсунг рекламы планшеты там не знаю сотни раз хуже но это будет сколько нас кулачуха и постарается тут видишь вот смотри компанию apple apple с выходом десятки с том что ну скажем так вот эти его с которые выходили там седьмой версии начиная там там до 11 да там ничего не было такого кардинально там что-то ну какие-то фишечки изменения да что-то по большому счету то вот смотри с выходом 12 версия конечно я сразу скажу да появился производительность раз во вторых я что увидел вообще в целом взять тут даже тот же ipad то есть вот они отказались от своих как вот этих кабелей любимых латинг там да то есть в пользу usb это тайп-си до избитые цифика в чем в том что сейчас вот например я вот снимаю на аппаратуру apple там да тыс на телефон этот данный видеоролик то есть то в дальнейшем если я сейчас покупаю например фотоаппарат sony там до крутой то есть крутая техника от sony и только у нас на сегодняшний момент топовые блоги да то есть ведутся sony да вообще как бы фильмы качественно снимается sony причем там вот реально есть аппаратура обалденная так вот я к чему ты ты снимаешь на видео до подключаешь планшета то есть и тут же перекачиваешь файл да то есть очень удобно какой основной минус фотоаппаратуры это том что неудобно постоянно чё-то куда-то тыкать вставлять то вот вот то что сейчас предложил apple то это конечно круто взять перекинуть и там просто настолько оптимизирован вот софт да именно с программ с точки зрения программного обеспечения там даты соответственно ты перекачиваешь файл и тут же можешь уже что-то делать монтировать прямо вот не отходя от кассы тогда то есть закинул пока там едешь машине тут же чуть-чуть взял подредактировал и у тебя уже готовый там видеофильм да плюс еще сам планшет хорошо снимает 4к то есть действительно очень серьезная техника куба да 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 очень мощный замес на самом деле и часто скажу что вот они потихонечку идут я к чему они например свои вот эти карточки там да то есть вот ну то есть возможность этот apple python да то же там да то они одни из первых который ну не может не из первых но по крайней мере они это делали вот честно что же я делаю не эксперты что сюжет салабаза посудила когда вы покупали песенки те которые там стоили 1 доллар тогда еще был момент не айфона было этот как музыкальный проигрыватель а как он назвал понятно айпод 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 да это направитель айпола перестали самого телефон айфона айфона сначала айпод появился по моим айфон вот и танцами был уже система была подключена по покупке песен вот первый вопрос который вы должны решить это способ получения денег от ваших потребителей потому что вы можете сделать шикарный сайт но если вы не сможете прикрутить финансовый инструмент для расчета между вами и вашим потребителем вы не сможете зарабатывать деньги не сможете зарабатывать денег садится не сможете вкладывать свое развитие поэтому это один из самых таких главных вообще главных проблем которые нужно решать сразу же то есть сделали сайт соответственно сразу же платежные средства автоматически если этого не нет возможности да то есть ищите другую площадку то есть пока не найдете тот модуль там до который вас устраивает соответственно вот когда он нашли все посудило списке у даже если взять россию давно сбербанк составляет систему там подключение хотя погодить не продает это если разработку бы это если брать разработку сайта в программе это уже дорого немножко это немножко дорого да то есть если брать самостоятельно создавать сайт да вот если на системе викс там у нас тут яндекс и припал да ну припал вот они не особенно то есть люди понимают о чем там идет речь то я брюсу простой допустим нас на сейка будут не привыкли с ним работать почему-то не знаю почему я снять всю жизнь работу я просто почту убиваешь как переводишь тела на самом деле он простой но там тоже вот я потому что он пытается я сам зарегистрировать вот слишком то в чем смотреть сейчас apple там да там свои электронные симки вживляет да уже двухсимочный получается раз аппарат во вторых там ну более менее лана там камера это уже не не самым аж при главное то есть но с точки зрения там чего-то творить делать то продукция apple она вот именно на ориентирован на то чтобы люди могли что творить и делать то есть кардинальное отличие то есть не так жрет память ну то есть вообще ресурсы то есть более производительные более как сказать долгоиграющая техника там да то есть как бы ну вот если взять на область да 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 пошла вторая ставочка честно тебе скажу что вот я смотрю на эту линейку да я вижу что что компания apple компания google на сегодняшний момент я думаю что они потихонечку идут к этому что они они знаешь что часу договорю они отключат все банки не в том случае что него так возьмут и рубильник нажмут и отключить нет они отключат и каким образом для того чтобы смотрите вот вы решили сделать я уже сказал да то есть бизнес а если это инфобизнес то вот первый вот манну первой задачи которую должны решить это прием денег хорошо вы научились принимать деньги теперь вот такой момент вы делаете магазин магазин если там и там но дальнейшее развитие там да вот взять посмотрите amazon казалось бы все класс то есть вот классно большая площадка но она может тоже кануть в лето причем кануть лет она может только почему потому что нету средств для скажем так приема денег конечно используется смартфон еще что-то но оборудование это чё самый главный вопрос оборудование чего существуют другие различные компании да то есть ну вот возьмите компанию google да то есть они как бы дают открытый софт но сейчас тоже уже начались вот эти затягивания гаек для различных там производителей фишка это в чем в том что они могут прийти в небольшая аудитория миллиарды там просто миллиарды людей и там и там и они могут один прекрасный момент взять просто подключать какие-то маленькие компании даже вот в этом масштабе да если так вот смотреть идите у небольшая аудитория раз если они берут подменяют все эти же площадки там типа amazon да то есть на свои какие-то площадки там да но это еще не говорит о том что у них это получится да что вы понимали потому что бизнес это очень во первых очень мощная концепция это понимание своих потребителей когда которые пользуются да то есть но со временем если человек который это дело открывал если он не смог передать идею своим сотрудникам соответственно это это дело может умереть да то есть поэтому здесь очень важно понимать что вы ставите как себя так вот компания apple компания google да то есть это такие вот монстры которые потихонечку все поглощают и я когда сказал по поводу банков от представьте что вам компания google или компания apple какое-то время просто ну скажет ребят вам нужно деньги на машину да не вопрос мы делаем машину и мы вам их продаем вот вам пожалуйста и цепочка замкнутая цепочка да то есть есть один производитель он же вам выдают деньги вы ему платите и они зарабатывают то есть что будет в дальнейшем с банками да то есть подумайте но не только там не про россии вообще говорим про все банки мира россии и к чему к чему вообще все это дело идет понимаете то есть вот раньше когда не было интернета да не было такого активного общения то банки были как бы королями да в каждом городе есть в банк они королей когда появился интернета настроились вот и телекоммуникации тогда все совершился ну все совершенно стало пойти по-другому и соответственно маленькие банки стали уходить а большие банки стали их поглощать все сейчас выигрывают именно карты сами поддерживать система свифт виза мастер-карту у них операции просто тонна пошла после появления интернета сами банки нет вот система свифт вот вот кстати очень они же каждую транзакцию забирать да да не банк забирает банк смотрите забирает какой-то маленький там может быть ноль целых там два процента потому что больше он не может там жесткой конкуренция вот а забирать все основные деньги свифт то есть там это около двух с половиной процентов они забирают все остальное забирает уже что-то там банка всех все по-разному то есть вот опять договоренности кто-то специально работает в убыток там для того чтобы вообще просто проводить на руках когда по сути делал эти когда появились интернет операции и выводить и заводить на банку там паника по большей степени до следующие зале деньги они могли как она хуже да а следующее вот я и говорю что следующий этап да то есть вот вот что делает еще разбилка google play там до apple play то есть это вот вся фишка попытка потом подключить к своим системам чтобы деньги пошли полностью через них то есть посмотрите на сегодняшний момент покупать вот даже акции apple google да это перспективное вложение денег потому что они все равно будут расти и нужны деньги для того чтобы например кредитовать там других людей там или там создавать новые какие-то там даже выгоднее вкладывать что-то не знаю в нефть в газ это уже устарел почему нефть на принципе заканчивается и очень играет бивша эти постоянно будет технологии генерировать три компании microsoft apple google но с microsoft на тоже не не все так хорошо единственно на чем сейчас они еще держатся это их не игровые консоли но вообще принципе я считаю что компьютер у них по большому счету игровая консоль они держатся на том потому что принципе все производители которые выпускают компьютерную технику они устанавливают на винду но и и соответственно они платят компании microsoft за того что они ставят винду платят определенные деньги там по-моему порядка 200 долларов то ли там если байк просто ноутбук они выплачивают microsoft за это дело операционную систему но десятку туда смотрите вот а представьте собрать ноутбуков выпускается за год и ноутбук так много при выпускается вопрос внутри сейчас немножко в другом меню да то есть компания google тоже не стоит на месте уже это сама им samsung и все остальные выплачивают деньги но они сейчас смотри хотят они уже в данном будет свою chrome ос по кроме что мы как там правильно за операционной системы хром называется вот они пытаются вести но чтобы понимали да у google не все хорошо получается то есть там я вот заметил обратил внимание что на компания google яндекс это слишком замудренность вот каких-то вот своих решений то есть они о чем-то вот так вот думаю 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 да можно на самом деле решать все намного проще да то есть они вкладывают деньги да то есть у них ничего на самом деле хорошо получается то есть но вот они как бы все равно продолжает двигаться и развиваться вот компания apple это все-таки компании которые знаете делают какие-то шаги более выверенные то есть отвечать всех компаний смысле линейка оказываемых у таких услуг она вот именно сужена до вот такого момента в отличие от гугла у гугла это просто вообще не решили заплатить всю вселенную поэтому они лезут в любую штуку для любую вещь в отличие от и пробовал по спиратам не распыляется далеко ушли конечно цена давайте такое начали за но закончили другое на что мы теперь понимаем что для сегодняшнего существования для того чтобы вас находились конечно наличие сайта это обязательно сейчас глеб нам расскажет какие существуют виды сайта то и для чего они применяются виды сайта существуют на этим первого да если вы только начинаете свой бизнес до покажите себе завито конечно же это визитка для того чтобы принципе не тратить большие деньги там на создание огромных потолков без поняла мы не нужны потому что вы изначально позже на себе искать это визитка это небольшой сайта максимум 5 10 15 страниц у 15 уже много до 5 10 страниц на которого приступы численно вашего услуги кто вы это делать одностраничник кто-то делать там это либо да это либо ну нет а на страничке может быть писать и визитки сделать одностраничник да это можно и даже одностраничник сделать но существует вот того видят так называемый одностраничник но еще английское название лунный пейдж на депрессе по сути дела посадочной страницы столько посадочной страницы то есть специально создаются страница в сайте так называемая она одна единственная по сути дела это страница создается для популяризации для того чтобы рассказать о своем товаре либо услуги очень хорошо страница залетающие социальные сети взлетающие все виды рекламы абсолютно ну что она быстренько человек зашел там особо не напрягая за такой посмотрел чем заказал ушел все вот только что на один единственный товар и на одну единственную услугу да и можно ладик печь расширять там делать уже превращать его сайт полноценный но только со временем и изначально конечно но допустим вас удали до сайт визитку до перечисления ваших услуг потом стоит лишь у вас одна из услуг но либо не заходит не заходит услуга вы ее хотите кого-то и ладать соответственно да вы начинаете делать для нее посадочную страницу начинаете эту услугу на рекламирование чтобы она зашла вот таким углом а потом посмотрели да если у нас работало то есть какие-то моменты зонди печь может перетащить на основной сайт что на там дальше существует какие есть интернет-магазины ну это пески понятно да сама уже название интернет-магазина обсудила магазин который находится в интернете какие плюсы интернет-магазина могут действовать момент купить продай может сработать не ну может конечно армянку привода и может сработать в том плане потому что ты можешь заниматься покупкой например если вы представляете какой-то взяли вы франшот записаете какой-то бы по сути делала вы подаете их не товары ну или из вас жил так если это взять это местная компания там дата и вы например просто даете визиточку чтобы это вы можете сейчас еще покупать написать что к вам ходит каждый день вот скажем так 30 клиентов день к вам приходит если вы приучите клиентов покупать не только скажем так приходя к вам но еще через интернет в этом случае конечно даже удобно поставить даже если какие-то подарки это стильные вещи либо много таких магазинов существует для того чтобы вообще но действительно активно продавать нужно быть на различных площадках который позволяет вам присутствовать не только на своем сайте да но еще на других площадках тем самым вы сможете продавать как вот и столь и дату стоп-мастер не хочу я на самом деле был даже того чтобы купить там ложный костюм у меня охота просто ехать и траги время целый не ходить моих будет смотреть зашел на сайт посмотрел размер все подходит доказал ну и получил доставочка получил вот доставочка там четыре дня я получу что еще плюс интернет-магазина много чего там в интернет-магазина поэтому если у вас есть и лучше которого что-то делать подает чтобы не стать интернет-магазин где может еще и подавать это в интернете вы реально будете говорить своим клиентам о том то что ребят здесь казалось можно там можно под заказа же работать то есть можете оставить заявочку на сайте заказом будет сделан только того вы хотите если вы не можете нас найти из каталоги ну и конечно интернет-магазин по сути дела насчет вливания денег да если за офис ты платишь там порядка 40 тысяч по торговой площадке это если касса там все установлено вот это вот все тысячи сотрудник этого то там выходит содержание 1070 в месяц то это как бы я реальное снижение плане одессы вы представляете в том плане делать и сайт он там стоит ну 35000 разу это ну вот это разобраться там покупайте там серы там максимум 5000 рублей хоть не то есть для него но в зависимости товаров тоже который не максимал от 5000 вот и начинаете допустим вот тратить там первые месяца на его подвижения да и на рассказ о нем в интернете именно потому регионов которого находят голода то есть именно том месте вы тратите на него 70000 в месяц понимаете то есть у нас для маленького голода допустим вот снова был 70 тысяч месяц на рекламу сайта надо большая сумма вы можете полностью смогу воду платить с помощью интернета в каком-то же вы существуете и перестал он был закрыли вас будет покупать ну знаю что вы конечно предлагаете вы как а что подойдет хотя могут этим где-то да что мы вы понимали то есть как бы важно важно да что вы вообще предлагаете за предлагать и что все остальные то не хочу покупать у нас да если вы после делать делать и купе этого перекрестка и колосели это не они о чем то есть да важно какой-то свой уникальный там товар который действительно но подойдет вот кому-то причем кстати ограничения нету если к вам зайдет там с японии и вас купит какая разница только кому продавать посылка и вперед вот что еще какие сайты так еще существуют там сайты блоге так называемые сайты блоге по сути дела вот как у твой бардач существует паре блогер блогерами есть без привезда не социальных сетях они есть других местах на кетанных ресурсах и многие блогера существует еще и сайт опять же для чего в блоге нужен сайт потому что принципе это для индексации поисковых системах потому что поисковик социальные сети особо не индексировать не только особо там процентов на 20 10 только индексации происходит того то что вы делаете на социальных сетях в отличие от сайта сайте если блоге публикует каждый день крутые футу он постоянно выше вы до беседе вот я приведу пример сайт-блог ну это уже конечно не сайт блог красать но новостной мульти под новости вот когда его разрабатывал я в него прикручивал там все различные ленты новостные других каналов там источников и так далее вроде получился такой агрегатор новостей я смотрел просто по статистике той которая выходила вот допустим забирала с новостью ваша today они публиковали публиковали перед нас само собой да и нашего вот которого стоял этого не забирал эту новость ухватывал публиковал у нас на сайте ну по сути дела там пару секунд разницы и поисковике все оно получалось так уж у нас много стояла впереди чем ваша today вот таким вот будем потому что у ваша today не публиковала такого количества материалов на сайте сколько публикуется у нас у нас там можно за час опубликоваться несколько тысяч новостей ваша туда нет и поэтому поисковик конечно на оставить приоритете потому что он считает ну может все таки не человек правильно то человек который будет средствами выбирать сайты давно скажет да ну это не наши туда а поисковик думает то что ну блин это главнее вот этот сайт он главнее потому что он больше публикует все его новость вычитает переведет нищим новость ваша today хотя новость 1 это же это вот такой вот обман произошел поэтому блогерам тоже нужно иметь сайтов и постоянно там вести какую-то деятельность ну понятно что довольно сложно постоянно вести но все равно она должна быть переход в уникальный контент и все остальное так это вот именно блога да погнали сайты порталы сайты порталы интересная вещь портал это по сути дела такой огроменный ресурс государства не задать не то что даже государство принципе мощные гипермаркеты интернет-магазины которого существует и тоже можно назвать портал и там огромное количество товаров огромное количество услуг представленных портал посудил если у вас сайт визитка то там вот какие-то количество услуги показано так вот леса товаров все то потолок и услуги и товары и новости и какие-то акции личный кабинет и все остальное потолок конечно да это мощнейшая разработка это мы целям система подключается потолок для того чтобы работать с клиенту напрямую лично к медлему создаются огромный каталог товара и выгрузка это отключение динески туда именно для бухгалтерии можно такое принципе портал потолок и смесь там все различных ресурсов интернетовских в одном месте я говорю государством государств до создаете портал поставить создаете какой-то такую универсальную площадку который отвечает на потребно потребности скажем так потребителей которые находятся но вот крутится вокруг каких-то вот таких определенных вещей и вы просто решаете очень много вопросов при помощи одного захода к вам вот соответственно чем больше к вам людей заходят и чем больше вы отвечаете на различные запросы тем вы выше в ротации чем остальные ну то есть как бы возьмите те же доски объявления тогда где там есть и новости и объявления то есть еще что-то то есть да то они популярны почему потому что но сама концепция в них заложена такая довольно крутая то есть если на обычный сайт зайдет ну как как бы по очень узкому направленному запросу то здесь люди заходят по широкому запросу и соответственно там даже размещая рекламу где-то выгоднее чем например в каких-то поисковика потому что если аудитория привыкла к этому ресурсу соответственно чем искать через поисковик и да все очень просто там один два три клика дачу он уже знает где находится искомая информация соответственно быстро заходит находит и и в принципе уходит там да то есть но действие было сделано четко выверено то есть что чем не обладает поисковики то есть в этом-то основная то и слабость поисковиков да то есть поэтому вы должны сами поначалу хотите ничего на весь городе беженый сайт если горел изначально это сайт визит когда вы любите пейс ту бизнес-сайт это по сути дела уже полностью рассказывающие о вашей фирме это то чего вы достигли уже спустя какое-то определенное время когда вас огромных портфолио вы имеете право цена на этом виду услуг и которого тоже каждый видов услуги имеется кота приняла достижение рассказ о ваших сотрудников вашего отзыва и собственно вот это уже называется бизнес когда по сути дела у нас уже имеется бизнес этот бизнес вроде бы зарабатывать деньги да у нас появились деньги для того что в принципе не самому уже разрабатывать да допустим на какие-то бесплатные движка к этому кликс к и большому существуешь а уже обращаться к профессионалам когда начинает вам это бизнес-сайты спи создавать его и делать он уже поставится под вашим бизнес под ваш интерес от ваших клиентов которого существует можно добавлять какие-то модули определенные вот ну что что такое бизнес ну что мы попытались вам в этом выпуске рассказать вкратце что такое сайт немножко отвлеклись немножко поговорили вообще о развитии о трендах то есть поэтому я считаю что в целом видео показалось интересное да что-то даже я узнал новенького то есть если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на наш канал бородач тв также заходите на наш и регистрируйте самое главное нашем сайте бородач . тв мы публикуем новости соответственно при регистрации вы сможете получать эти новости а также у нас есть возможность записываться на различные онлайн тренинги да то есть или вообще просто посещать данное место там буфет мы сейчас не находимся этой студии и место где вы можете провести какой-нибудь встречу семинар то есть в общем какие-то свои курсы все это здесь реально делается плюс данные ресурсы сделан для людей творческих обладающим авторским скажем так правом если вы блогер если вы человек который пишет какие-то онлайн курсы да вы сможете через наши ресурсы скажем так осуществлять продажу и свое дальнейшее развитие потому что работать в одиночке это на сегодняшний момент сложно если вы прикрепляетесь к какому-то ресурсу да то есть вы даст вопрос это продюсерский центр то есть соответственно мы вам помогаем то есть мы вкладываем деньги во что в развитии целиком нашего сервиса и соответственно продажи ваших товаров ну авторских время месяц и товаров соответственно вы от этого приобретаете намного больше нежели бы вы сами начали вкладывать в развитие своего ресурса да то есть как бы и ждать когда все-таки он у вас там выстрелит а собираясь по крупице скажем так свою аудиторию то здесь вы сразу приобретаете аудитории поэтому если стало интересно присоединяйтесь вот один из вариантов бизнес сайта даже вот да тоже там дополнил в принципе то на то что мы сегодня говорили допустим по сайту тоже подписывайтесь на набрать что вы заходите там то есть и я публикую такие они там раз в день выходит рассказываем на по сайту варили сайта какие не бывают как их дела какие-то моменты нужно учитывать очень много интересного до 4 стати по уморочке ну и реально каждый не размещается нам еще много чего можно рассказать если у вас имеется допустим какие-то вопросы вы хотите обсудить там ну допустим какой-то один вид сайта как вы все-таки сделать дома ты что может спокойно сделать прямой эфир да где собрать эти вопросы да и найти вопросы прямого период печать анонсировать да изначально когда он там будет когда мы соберемся просто подключаем по поводу сайта есть сайты у вас какие-то проблемы с этими там с их подвижением цветом апгрейдом не перестанила деньги просто положеников весят и вы только корректина вкусняк надо не допишите показывать это мы можем даже прямом эфире ответить что нужно делать с вашим сайтом провести под этим роликом снизу там старайтесь пишите все вопросы мы все это внимательно посмотрим и потом принять решение когда у нас сделать ответ ответ ну что мы рады тому что вы все-таки посмотрели наше видео я думаю все то есть катка с наверно сесса таланта до новых встреч пока пока пока